Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну вот вышла статья с названием «Назван размер компенсации семье жертв ДТП с Ефремовым». Все дело в том, что адвокат Александр Мельцев заявил, что актер Михаил Ефремов может выплатить родственником погибшего в ДТП водителя до 3 миллионов рублей. Об этом сообщает ура.ру. Юрист объяснил. Это крайне интересно было для меня, потому что я этого не знал. Какая практика, когда водитель выплачивает семье погибшего по его вине человека, когда он виновен. Юрист объяснил, что в России виновники ДТП выплачивают 3 миллиона рублей максимум, даже если у жертвы аварии были иждивенцы. То есть дети на иждивении, родители. Размер добровольной компенсации решается в индивидуальном порядке. В среднем это сумма порядка 2-3 миллионов рублей в России, заявил адвокат. Мельцев отметил, что иногда назначенные в суддом компенсации составляют и от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Вот такие компенсации. Вы знаете, в целом, конечно, здесь, наверное, исходит из того, какие заработки в стране, в принципе, у людей. И если это авария по вине человека, который, ну, работяга на земле, для этого, конечно, большие суммы. Миллион, два, три миллиона рублей и так далее. Здесь мы говорим о Ефремове, и поэтому понимаем, что у человека, вероятнее всего, да, есть эти средства, есть и больше. Я вот, когда это прочитал, я подумал и думаю, наверное, поэтому вот вчера Эльвин Пашаев, адвокат Ефремова, начал говорить о том, что брат начал вдруг соглашаться на компенсацию, говорить и обсуждать готов все и так далее. И Добровинский вмешался, начал это опровергать и так далее. Потом сказал, что да, он разговаривал с представителями Ефремова, я имею в виду адвокат Захарова, который является, простите, брат Захарова, который является сейчас потерпевшим и так далее. И вдруг на следующий день выходит новость, сейчас она повсюду, что потерпевшего могут заменить, я уже снял об этом, на супругу, с которой зарегистрирован брак, который 22 года Захаров не жил, который не прожил, которая до вот этой всей, значит, резонанса, до вот этого всего, вообще сказала, что ей без разницы, да, на все на это. Еще раз скажу, потому что она, брат понимает, что сумма индивидуальной компенсации, да, как вот сказал адвокат, разъяснил, сказал, значит, это обговорится в индивидуальном порядке. Сумма компенсации в индивидуальном порядке. Добровольно такой компенсации, да, то есть, Ефремов, представители Ефремова решат, могут связаться с этим больше, да, то есть, исходя с того, что социальный статус Ефрема, он как бы, ну, не просто работяга на земле, да, по деньгам, я имею в виду, он больше имеет, зарабатывает. И, наверное, брат, это мое мнение, в какой-то момент поняв это, и поняв, что если то, что скажет прокурор, а прокурор скажет, вот как говорит адвокат, да, из практики, могут сказать и от 600 тысяч до миллиона, но это 2-3 миллиона рублей. Он понимает, что речь идет о гораздо больших суммах, да, и он мог пойти на контакт. Добровинский это пресек, и тут же меняют потерпевшего. Возможно заменить потерпевшего, то есть, брата уберут, потому что по закону официальная жена, это, так сказать, более приоритетный потерпевший, в том смысле, что он ближе, да. Более того, она работает в структуре МВД, так, к слову. И выражаю я, конечно же, соболезнования, есть там дело их, семьи решать, кто будет потерпевший, что, но все-таки, как мне кажется, здесь брат просто смеканул, что к чему и к чему это может привести. Вот, но инициативность его, я думаю, и привела к тому, что и Добровинскому пришлось оправдываться, и, собственно говоря, замена потерпевшей стороны. Как вы думаете, значит, пишите свои комментарии, ваше мнение. Значит, подписывайтесь на канал Коммунализм, ребят, с вами был Будда Гришна, всем пока, до встречи.